Друзья, всех приветствую из города-курорта Сочи. Сегодня 17 сентября, и мы с вами сейчас идем на море. Мы сейчас находимся на микрорайоне Мамайка, и сейчас мы с вами пройдем на пляж Ласточка. И все, что будет происходить вокруг, я все вам это буду показывать с удовольствием. Итак, друзья, идем с вами на море. Идем вот по набережной реки Псахе. Сейчас буду показывать, что вообще здесь находится. Ну, можно, естественно, что-то прикупить, можно купить какую-то одежду, можно купить фрукты с собой взять. Вот сейчас стояла женщина, продавала кукурузу. Кукурузу, значит, 60 рублей. Можно фрукты купить, лавровый лист купить. Но лавровый лист вам, конечно, не особо пригодится. Кстати, здесь стоят даже очень часто джипы. Вот оно, объявление. Едем в горы. Не джипы, а как они, вазики, да? Так, сразу же мы заходим. Здесь у нас муниципальный пляж Русалочка. А с обратной стороны пляж Кукуруза. Но мы пойдем, конечно же, на пляж Ласточка. Это самый-самый дальний. Дойдем до самого тоннеля. Здесь, конечно же, сразу вот она, железная дорога. Вот, видите, да? Мы сейчас прям под железной дорогой проходим. Здесь можно пляжные шорты купить, аквасойки, какой-нибудь сарафанчик себе, пляжную там подстилку, полотенце. Круг детям можно приобрести. В общем, здесь есть и рестораны, есть детские площадки. Ну, вот я смотрю, люди, в принципе-то, есть. Ну, что на дворе-то? 17 число. И, кстати, время сейчас... Так, 16.00. Кстати, у нас буквально полчаса назад у нас прошел дождь. Ну, такое, знаете, солнце светило, но дождик пролил. И все. А температура воздуха плюс 23 градуса. Люди, вот они. Лежат, загорают. Пацаны, мороженое. Нападают на мороженое. Кстати, вот этого, по-моему, не было. Это вот только недавно появилось. Столовая даже вот здесь есть. Сразу же. Кока-кола даже оригинальная. Кстати, не знаю, где ее берут. О, какой медведь. В тире можно пострелять и выиграть у такого медведя. Плюшо. Смотрите, здесь какие новые павильоны сделали. Кстати, в начале лета их не было. А теперь они появились. Даже еще вот ремонт не окончен. Так, а куда я пошла? Ну, ладно. Так, пройдемся. О, смотрите, здесь уже даже открыто. Тир. Вот здесь уже в новом павильончике. Квасоке. Квасоке. Духи. Чурчхелу можно купить. Бастурма. Аджико. Посмотрите, какие прекрасные новенькие магазинчики. Шаурма. Мидии. Креветки. Так, повар. Три пятьсот смены. Завхоз. Две пятьсот. Сон и море. Здесь можно не давать номера. И сразу же, буквально десять метров, и вы сразу же окажетесь на пляже. И здесь, кстати, есть еще слева такой мини-зоопарк. Ресторан. Сон и море даже есть. Можно в ресторан сходить. По-моему, вот этот вот санаторий. Октябрьский зоопарк. Либо это реклама. А, с утра до ночи. Да, по-моему, это просто реклама. Но я помню, что, по-моему, раньше здесь был какой-то зоопарк. А вот сейчас его, наверное, по всей видимости, нет. Ну, ладно. Вообще, я вам сейчас что хочу сказать. Для тех людей, кто вообще там выбирает, в каком районе, допустим, в каком районе, например, отдохнуть. В каком районе, если вы вдруг приезжаете на автомобиле. Имеете в виду. Вот я сейчас приехала. Я сейчас парковалась на автомобиле. Минут сорок, наверное, я здесь кружила вокруг живого комплекса Посейдон. Я кружила и здесь вот хотела сразу спуститься. В общем, я минут сорок только искала парковочное место. Даже на том же зимнем театре, где я паркуюсь обычно, то есть там такого нет. То есть кто-то отъезжает, и ты сразу там, допустим, становишься. Ну, один-два, ну, пусть и 20 минут от силы ты там подождешь, когда кто-то отъедет, и ты там найдешь место. Ну, вот чтобы минут сорок кружить. Я почему сегодня сюда приехала, чтобы вам показать. Я вчера показывала, какой бархатный сезон в центральной части города Сочи, на центральной набережной. А сегодня мне именно хочется показать вам, что происходит в таких вот небольших районах. И вот я выбрала Мамайку, потому что Мамайка, она пользуется огромной популярностью, огромным спросом. Здесь многим нравится отдыхать. Если вы отдыхали на Мамайке, пожалуйста, напишите, понравилось ли вам тоже. Это вот у нас здесь уже пляж Куба сразу же при входе. Ну, а мы пойдем в самый-самый-самый конец. Немножко прогуляемся. Я, конечно же, не буду уже купаться. Все, для меня сезон уже закрыт. Максимум может быть на следующую неделю мы сходим в Алиан. Все, на дневное посещение. Ну, покупаться там, поплавать в бассейне. А так, конечно же, для меня сезон уже будет закрыт. Так, здесь сразу же я напомню, что я уже когда-то снимала обзор. И здесь, значит, есть все для комфортного отдыха. Есть даже, можно арендовать ячейки. Не банковские, а просто аренда ячейок, куда вы можете положить свои какие-то драгоценные вещи. Ну, не прямо драгоценности, а драгоценные вещи. Может быть, телефон там на зарядку поставить. Либо там что-то еще там, может быть, документы. Хотя документы я бы тоже на самом деле бы не, ну, конечно, там не закрывала бы. Посмотрите, аренда катера без капитана. У нас знакомые есть у меня. И они перевернули такой катер однажды. И они там что-то договорились, что его потом доставали там каким-то специальным образом. И они договорились, что они заплатят за это 25 тысяч, по-моему. 25 или 30 тысяч они заплатили. Ну, как штраф, грубо говоря, за то, что они перевернули. Давайте я вам покажу вот эту разрисованную стену. Это вот у нас много где так разрисовывают. Вот, посмотрите, Куба. Вот он, пляж Куба. Он, конечно же, здесь галечный пляж. Это... Ну, людей, посмотрите, очень-очень даже много. Ну, бархатный сезон, как-никак. Так. Все, и мы с вами идем до пляжа Ласточка. Там мы уже, когда мы дойдем, мы с вами замеряем температуру воды. И я с собой взяла термометр свой и померяем. Вчера вечером было 26,7. Практически 27 градусов. Но вода еще тепленькая, конечно. Многие, на самом деле, очень любят и выбирают именно отдых на курортах Краснодарского края. Именно, ну, грубо говоря, вне сезона. То есть май и сентябрь. Много кто выбирает. Все боятся либо ротовируса, либо еще чего-то. Хотя, знаете, кому как. Так, вот мы, допустим, вот у меня ребенок, да, ему 7 лет уже. Вот он, он здесь вырос. И 7 лет он купается просто с самого рождения. Он купается в море. Точно так же и глотал воду. И чего только не было. То есть не защитишь там ни от чего. Вот. Дим, не наступай на ноги. Вот. И он, то есть, ну, ни разу не болел ротовирусом. Но я знаю, что многие, кто приезжает, многие, конечно, болеют. Есть, которые вообще не болеют. Ну, то есть здесь вот, ну, как-то сложно говорить. Кто-то болеет и в Геленджике. Вот, допустим, мне в Геленджике не понравилось. Ну, как бы не мое. Всю жизнь там, практически с самого детства вот я ездила, я ездила в Анапу. Вот. Ну, как бы мне в Анапе вот нравилось. И я в Анапе была, сейчас скажу, когда. Получается, 7 лет назад, да. 7-8 лет назад. Кстати, людей очень-очень много. Хотя на Мамайке всегда так, на самом деле. Здесь вообще не протолкнуться. Я однажды вот шла, когда я предыдущий обзор снимала, как где-то было, наверное, в июле. Я шла и, знаете, как попало вот просто поток из людей. И вот так вот они меня, вот этот поток из людей, они меня так, к пляжу Ласточка, они меня так и принесли на самом деле. Также вот здесь на пляже есть волейбольное такое поле. Здесь можно поиграть. Песочек, волейбол. Вот она, волейбольная площадка. Платная с 8 до 21. Обязательное бронирование на серф-станции. Вода. Цена не указана. Не знаю, сколько стоит. Да, кстати, друзья, здесь в скором времени, ну как в скором, года, наверное, через три, будет классный-классный отель, где вы сможете отдохнуть. По принципу все включено, как в отеле Алиан. Спутник, который находится в Мацесте. Здесь вот 6 гектаров будет земли. И там будет все-все-все. На территории там 4 или 6 ресторанов. Он называется Левингстон. Сейчас эти номера гостиничные, они будут под управлением какого-то там, в общем, мирового оператора. И вот там можно будет отдыхать. Это на самом деле очень классная и крутая как бы новость. И вообще там можно приобрести себе даже номер в отеле. И потом его сдавать. То есть люди будут отдыхать, а вы будете получать пассивный доход. Сколько сейчас там минимальная стоимость? Миллион за квадрат. Миллион за квадрат, да? А сколько квадратов минимально? 18? Да. Короче, 18 миллионов сейчас самый дешевый номер, да? 18 миллионов. 18 миллионов рублей там сейчас самый дешевый номер. Вот. Либо самому отдыхать. Кстати, на территории там даже будет где-то 4 или 6 вилл. Прямо можно приобрести, ее не сдавать, либо сдавать это уже на ваше усмотрение. Да. Так что, если есть такие люди, которые хотят какую-то недвижимость в Сочи, именно для пассивного дохода, то вот, пожалуйста, можно приобрести такой номер. Это вот равносильно тому, что, вот знаете, если кто был на Красной Поляне, и там очень много там, допустим, Меркьюр, да, Мариотта, там, Парк Инн. То есть это то же самое, приобрести номер вот в таком отеле от гостиничного оператора. Так, ну, в общем, друзья, здесь, значит, справа, справа здесь находится столовая, здесь сеть детских клубов, что, детская клуб. Хочешь сходить, Дима, дай его. Так, друзья, в общем, 1 час 600 рублей, а 20 минут 200 рублей стоит. Ну, там, знаете, вот детей, конечно, сейчас вообще там 2 ребенка, один постарше, другой помладше, и то, видимо, это брат с сестричкой. Здесь, кстати, вот этот пляж, Ласточка, куда мы уже, в принципе, и пришли, это начало пляжа. Здесь очень широкое полотно, знаете, мне напоминает, как по принципу, в Дакамысе. Там тоже очень широкое полотно. Здесь вот есть такая, как терраса, прикольные такие шезлонги здесь можно отдохнуть, можно пивка выпить, пожалуйста. Ну, пиво, конечно же, будет не в собственной там пивоварне, да, как в Старгороде, а просто разливное пиво обыкновенное. Там, кстати, даже очередь за ним, даже за ним очередь. На пляже Куба я видела шезлонги, они стоили 500 рублей. Здесь вот не знаю сколько. Так, мороженое коробка из Кореновки 120 и 150 рублей. Массаж общий 1 час 2 500. Есть здесь и раздевалки, и серфы такие, сап-станции. Можно арендовать сапы. Вообще, любой пляж работает с 8 до 8. Ну, вот, посмотрите, такая тучка какая-то зашла. Посмотрите, видите, такая мрачненькая. Главное, чтобы дождик не пошел. Кстати, да, здесь можно даже пожарить шашлыки прямо на пляже. Можно арендовать беседку. Сейчас я вам скажу, вот они, видите, беседочки справа. Вот беседка с мангалом. 3000 рублей в день. В общем, арендуете, и вот за день 3000 рублей. В принципе, прикольно. Сразу же здесь и мангал, и посидеть, большой стол. И сразу же морешка все есть. А вот она и, ласточка, летит. Кстати, на Мамайке есть своя собственная станция. Но здесь, по-моему, не все останавливаются. Ласточка останавливается здесь на Мамайке, да? Останавливается. Вот она, ласточка полетела. О, а почему? Новый пляж, смотри, пляж Мамайский. Прикинь, всю жизнь был ласточкой, да? А стал теперь Мамайский. Слушайте, вот этого даже я, честно говоря, не видела. Пляж Мамайский. Теперь, оказывается, и такой есть. Пляж Мамайский. Да, все, значит, это граница пляжа Мамайского. Вот, видите, где такая вот бетонная штука. Все, ну туда дальше я не пройду. Мне там подписчики тоже писали пройти туда за тоннель. Ну, там как бы можно теоретически, но там надо в воду заходить, чего я не хочу. Все, друзья, знакомьтесь. Как и я, с пляжем Мамайский. Сейчас пойдем с вами замерим температуру воды. Вон, кто-то вообще оборудовал палатку здесь себе. Детишки там спят. Люди сидят, загорают. Ну, как бы сейчас, конечно, загорать не особо возможно, потому что тучка такая напала на солнышко. Но, тем не менее. Вот он, пляж галичный. Ну, жарко, знаете, жарко на улице на самом деле. Ну, плюс 23 градуса. Ну, тем не менее. Вот то, что спасибо солнышко немножко зашло за тучки. И еще спасибо то, что прошел немножко дождик. А так, а туда дальше, там уже и за этим поворотом уже и догамыс находится. Так, давайте, наверное, с вами пройдем. Сейчас сниму свою обувь. Все, снимаем. Где тут мой? Так, а я не взяла его, наверное. Ну, да. Я его не взяла. Значит, мы с вами не замерим температуру воды. Ну, я думаю, что она особо отличаться не будет от вчерашней. Где-то плюс 27 градусов. Ну, вода, конечно, здесь немножечко такая взволамученная. С песком как будто бы. Но здесь песка-то особо-то и нет. Ой, какая прохладная. Ну, да. В общем, посмотрите, какая водичка. Ой-ой-ой. Прям волны. Вчера не было таких даже вол. Я не знаю, может быть, это здесь именно так. А на центральной набережной там немножко по-другому. Ну, людей очень много. Я вам так скажу. Для мамайки это прям даже огромное количество. Даже для сентября. Для середины сентября. Так, давайте. А, ну, вот песок он как будто бы вот раз уже практически очистился. Так, друзья, в общем, вот такое у нас сегодня море. По температуре, может быть, оно такое же, как и вчера. Люди, в принципе, есть. Поэтому мамайка, как вы видите, пользуется спросом. Ну, если вам понравилось мое видео, обязательно поставьте лайк. И напишите обязательно комментарий. Буду очень-очень вам признательна и благодарна. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok